С70 это не только спортивное мероприятие. Каждый год турнир содержит идеологическую составляющую, направленную на сохранение и приумножение национальных традиций. Если в прошлом году все поединки были посвящены великим полководцам нашей державы, то на этот раз стержневой творческой темой стала современная армия России. Приемами самбо владеют бойцы всех специальных подразделений сегодняшних вооруженных сил. Да и в годы Великой Отечественной солдат ежедневно тренировали этому боевому искусству. Два года назад этот вид спорта внедрился и в Сочи благодаря проведению международного турнира. У нас появилась своя школа самбо 70 и сегодня в спортивном комплексе средней школы номер 9 у нас такой замечательный зал для того, чтобы наши сочинские ребята занимались самбо. Тема армии открывала каждый из 10 поединков. Первыми на ринг вышли российские бойцы. Следующие встречи были с иностранцами. В первой такой схватке на первой минуте первого раунда Михаил Колобегов одолел бойца из США техническим нокаутом. Таким же приемом последовали еще три российских спортсмена. Две встречи прошли в ничью, но и по очкам лидировали наши бойцы. Принести одну победу команде мира удалось лишь американцу Джейси Тейлору. В завершающей схватке чемпион мира Вадим Немков доказал силу и мощь России, нокаутировав на 22 секунде первого раунда бразильца Хоакина Феррейра. Я настраивался на этот бой очень серьезно, так как такие люди приехали в качестве почетных гостей. И оплошаться никак нельзя было. Три раунда возиться, надо было действовать конкретно. Я как бы ожидал, что он пойдет вперед на меня в борьбу, так как он борец. А он что-то стоял на месте и ждал непонятно чего. Ну и раз дернул, два дернул и попал. Таким образом, шестой международный турнир по профессиональному боевому самбо завершился со счетом 8-1 в пользу России. Я переживал за наших ребят, но и в то же время просил тренеров настроить на битву. И как вы, наверное, заметили, наши были конкретно настроены. Именно настрой сыграл вот эту переломную роль. Ну то, что, конечно, дома стены помогают. И поэтому они выиграли. Победители каждого поединка поздравляли почетные гости. Председатель правительства Дмитрий Медведев, депутаты, спортсмены, глава региона Вениамин Кондратьев, мэр Сочи. Чемпионский пояс Вадиму Немкову вручил Владимир Путин. Теперь Вадим будет защищать свой титул на чемпионате мира по боевому самбо в Марокко. Турнир пройдет в ноябре. Татьяна Говорко, Вадим Даниловский, телекомпания ФКТ.